Фиджитал-спорт набирает обороты, и саровские спортсмены тоже решили идти в ногу со временем. Впервые в городе прошли соревнования в новом формате – баскетбольное двоеборье или фиджитал-баскетбол. В зале спорткомплекса «Юниор» ребята в возрастной категории 15-17 лет соревновались не только на паркете, но и на игровой приставке. Здесь ребята у нас, получается, садятся за бокс, играются два на два, а телевизор разделяется на два экрана при выборе персонажей, и они выбирают из звездных игроков у нас баскетбола. Далее они их пикают и ждут, когда команда будет готова. Как только команда у нас готова, объявляется старт, и команда играет до 11 очков. Дальше у нас происходит борьба, где команды либо заканчиваются тайминг, либо, как я ранее говорил, 11 очков выбирают. На следующем этапе команды соревновались на паркете в реальной игре. В состав каждой команды входили два игрока и один запасной. Игра шла по правилам баскетбола 3 на 3 на одно кольцо. Такой современный формат соревнований приятно удивил юных спортсменов. Всего в турнире участвовали четыре команды. Игры прошли с переменным успехом. Вышли в финал, проиграли сейчас игровую часть на приставке, но будем бороться и, надеюсь, победим. Формат очень необычный. Интересно сначала переиграть приставку, а потом переместиться на обычное поле. И там можно попробовать свои силы. По итогу двух этапов – диджитал и физикал – очки суммировались. Турнир по фиджитал-баскетболу провели в тестовом режиме. Организаторы проанализируют недочеты и слабые места, чтобы в дальнейшем делать такие соревнования более массовыми и на регулярной основе. Сегодня было несколько игр, когда команда побеждала, скажем так, в реальности, после чего терпела поражение с большим счетом в интерактиве и в итоге по разнице проигрывала. И наоборот, команда побеждала на приставке, проигрывала на площадке и по разнице забитых пропущенных проигрывала встречу. Тут важно не только обладать навыками игры в приставку, но и навыками игры в баскетбол. И наоборот. Следующий фиджитал-турнир по баскетболу планируют провести на День физкультурника 10 августа. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.